Всем привет! Меня зовут Светлана и вы на канале Худеющий Повар. Мои хорошие, сегодня у меня самое-самое голодное утро. Нет, не потому что я хочу есть. Потому что я проснулась, а у меня нет ничего ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. Поэтому я быстренько сейчас суп начала готовить. Вот, смотрю, что мне нужно вам заснять по поводу питания моего на прошлой неделе. Я помню это, так что сегодня обязательно выйдет в это меню отдельным видео. Также я буду сегодня снимать вопрос-ответ, продолжать. Потому что ваши вопросы меня очень радуют, очень мотивируют на новые видео. Поэтому я не хочу отступать. Вот, сегодня будет много готовки. Также я не знаю, я попытаюсь... Свет меня теряет. Я попытаюсь все-таки заснять вам не селедку под шубой. Вот, но я просто не очень хотела кушать ее сейчас. Ну, я думаю, что я сделаю совсем маленький кусочек, тем более, что у меня Мишель ее ест. Вот, и, ну, разочек съем. Так, еще у меня сегодня вот, ну, это я покажу вам, это обед. Тоже, смотрю, начинает портиться. Ну, думаю, все, сегодня как раз его приготовлю. Вот, еще сегодня открыла все свои закрома, где у меня все крупы. И поняла, что у меня все, вообще, катастрофа. У меня все закончилось. У меня закончились бобовые, у меня закончились крупы наши любимые, там, Никита Севина. Вот, у меня очень давно нет кокосового масла. Мне оно так нравится, когда ты добавляешь в кашу. Вот, поэтому... Ну, у меня есть кокосовое масло, но которое вот это вот ароматное, да. То есть оно только для десертов, и вот я там руки себе мажу, да, локоточки. Но никак не в кашу, если я ее добавлю, там, пожарить, что мне не нравится. Вот, так что я сегодня планирую проехаться с Мишелем под границу к Абхазии. У нас там есть два очень хороших магазина. Там очень-очень низкие цены. Вот, в принципе, товар тот же самый, просто именно из-за того, что там вот граница, наверное, там гораздо дешевле. Вот, поэтому хочу попасть туда. Там очень дешевые сухофрукты, орехи, вот такое вот все, семена, крупы. И именно там я беру сою вот на килограмм, потому что там действительно дешевле. Вот, что еще? Сегодня ни по каким бумажным делам я, о боги, не еду, я остаюсь дома. Ну вот, хотя бы сделаем такие вот закупочки себе. Обязательно вам покажу все, что мы купим. Вот, и буду еще снимать. Сегодня я хочу вам заснять мой завтрак, который я делала на протяжении прошлой недели, когда у меня был такой отличный отрез, да, 3,5 килограмма, напомню, за 7 дней. Вот, я ела обычную гречу и добавляла туда вот такое вот кино. Вот, сейчас мы это все сделаем. Я сварю еще такой же завтрак и хочу сварить булгурчик. Мишель почему-то вообще отказывается есть булгур. Мне нравится пшеничный, не нравится булгур. Но у меня ее очень много, поэтому нужно варить. Нужно варить, нужно пытаться как-то уговорить, кушать. Ну, если нет, то у меня будет, конечно же, сейчас еще сварена греча с киноа. Как красиво зацветает фейхоа. Я думаю, что многие из вас не видели этого. Отсюда я вам, конечно, сильно не покажу. Но очень скоро у меня во дворе оно полностью распустится. И я вам покажу. Это одно из самых моих любимых цветений, которые я видела. Такие красивые красные цветы, вообще просто ни на что не похожи. Обязательно покажу совсем скоро. Вот я буду вам там приближать. Но у меня камера очень плохая. Не очень видно. Я сейчас на обед варю чечевичный суп. Чечевичный суп у меня сегодня будет только из одного вида чечевицы. Потому что у меня только красная. Но я добавила остатки фасоли и добавила консервированный горошек. Дальше в чечевичный суп я обжариваю одну луковицу. И морковку просто натираю, не обжаривая. Все, больше ничего я не ложу в чечевичный суп. Ну, не считая того, что специи. И все. То есть никаких томатов, ничего там, не перца. Ну, у меня такой облегченный, как говорят. И мне он очень нравится. Вот. У меня немножко фасоли оставалось. Я туда решила добавить. Кашки мои почти все готовы. Вот мне сейчас уже надо мишель и кормить тушкой. Ау! Вот это я обожглась. Блин. Хватилось за ложку. В общем, кошмар. Тут у меня гречка с киноа. Это он точно будет кушать. Но мне бы очень хотелось, чтобы он еще булгур поел. Я очень люблю булгур. А он нет. И мне вечно лень из-за меня одно его готовить. В общем, три пальца опять я схватила и... Ой, Господи, выжима. Только я так умею готовить. Чем-то вроде на работу не вышло, да? А он здесь себя травмирует. Так, каша у меня готова. Сейчас я приготовлю салат и будем кушать. Смотрите, вот столько микрозелени. Это у меня маш. Вот, маш отправляем. Затем здесь у меня, смотрите. Вот так вот. Это у меня проросший лен. Это у меня чесночок уже с подоконником. Четыре огурчики и один помидорчик. Да, ребятки, я вчера вам рассказывала за эти розовые помидоры. Ну, они прям вообще, они прям мясистые, вкусные вообще. Чесночок молодой. Все. Это все сейчас порежу, сделаю салатик и мы будем кушать. Так что, всем приятного аппетита, кто будет кушать вместе с нами. Ну, все, салат готов. Как всегда, еще здесь очень много кунжута и семян льна. Заправила все конопляным маслом. Все, буду звать Мишеля, потому что он очень-очень голодный уже. Мы сегодня очень рано встали, в шесть утра. А кто на уличку идет? А где поводок, а? Милан, давай поводок. Чисто. Давай, иди-ка. Ну, ладно. Мам, красавчик. Не совсем послушный, но сел, да? Все, позавтра, когда можно идти на улицу. Побудем. Вот я только помыла полы. Здесь уже курцы, соль, пепел. Неужели нельзя туда сбрасывать? Ох, люди, люди. Так, я тут хожу, хожу, значит, с Миланом. Нашла вот такое дерево. Совсем небольшое, но у него вот такие плоды. Блин, я не пойму, что это. Вообще не пойму. На абрикосы вроде же не похоже. Слива, наверное, да? Кто понимает? Это слива? Причем-то сколько здесь хожу, я никогда не видела, чтобы она плодоносила. А сейчас прям такие хорошие. Да, скорее всего, что это слива. Но весьма такой небольшой. Куст, дерево, тоже не пойму, что это. Вот такие сливки, наверное. Вот вам покажу инжир. Уже готовый. Осталось доспеть. Видите? У нас два вида инжира здесь. Но вот этот уже готов. Там вот яблоки. Смотрите, яблочки тоже уже. Отцвела рано в этом году яблони. Смотрю я все на этот палисадник. Столько красивых цветов. Здесь бы это все поухаживать. И гортензий, вон кусочек есть. Скоро зацветет. И калы здесь есть. Пойдем. Здесь вот кустовая роза. Розовая. И белые там есть. Ну, только ухаживать, конечно, надо. Пойдем. Вот какой тоже красивый куст. Отсвечивает, правда. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Вот и все. 10 минут и мой суп готов. Без картошки. С фасолькой. Зеленый горошек и чечевица. Все. Буду выключать. Отправляемся на базар, по магазинам. Покажем, что купили. А так хочется достать. Такие всякие штучки. Нельзя. До обеда. Стою на остановке. Вот такая уже магнолия начинает. Но я вам потом еще покажу, когда она хорошо-хорошо распустится. Она очень долго будет свистеть. Красивая. Ну что, мои хорошие, я уже все выложила с пакетов, чтобы быстренько вам показать и не задерживать сильно видео на этом. Купила я вот такую зеленую чечевицу 2 килограмма. Дальше. Желтый килограмм купила чечевицы. Вот такой вот оранжевый килограмм. Это у меня маш. Вот тоже килограммчик купила. Дальше. Семена подсолнечника. Вот. Дальше купила курагу. Курагу покупаю только такую, девочки. Я не беру красивую янтарную, которая там просвечивает. Только такую. Потому что она более натуральная. Потом взяла изюмчик тоже. Самый обыкновенный изюм. Это у меня зеленая гречка. Тоже килограммчик. И вот такой вот рис. Вообще стараюсь белый рис не покупать. Но я хочу приготовить плов. Поэтому будет 50 на 50 бурый рис. И такой рис. Вот. Дальше. Купила финики. Финики почему-то подорожали. Были по 160 рублей. Сейчас по 200 рублей килограмм. Хочу сделать финиковый сироп. Кому интересно, пишите в комментариях. И я как можно быстрее его сделаю. Вот. Потому что сиропа у меня нет уже. Вот такие очень люблю. Кукурузно-рисовые и рисовые. С морской солью. Это я делать буду. Разные такие интересные блюда. Я тоже вам все-все покажу. Вот. Дальше еще вот такой взяла. Круглый рисовый. Эти потоньше. Мне нравятся. Тоненькие прям. А этот поплотнее. Ну, сам потолще. Сам этот. Вот такой вот один баклажанчик купила. Это я вам сделаю. Сейчас выпущу. Это я вам сделаю не селедку под шубой. И, конечно же, то, что я действительно очень давно хотела. Это кокосовое масло для наших каш, макарошек и всего такого. Вот. Тоже купила наконец-то. У нас уже очень давно оно закончилось. На неделе две. Три. Так что вот. Вот такие закупки. Я думаю, этого запаса нам хватит на месяц. Единственное, что будем докупать, ну, это фрукты и овощи. Все. А так, в принципе, всего-всего нам хватит. Чечевица идет у нас вот такая вот на супчики. Это у нас на котлетки, на фарш, на все. Зеленая гречка, это мы только проращиваем ее, мы ее не варим. Тоже я делаю и в супы добавляю. И так второе блюдо. Это тоже в салатики, все, в сиропчики. Ну, в общем, на месяц, я думаю, мне этого достаточно будет. И все. Теперь моя душа спокойна. А ты что сделал? А он, девочки, смотрите, что делает. Он раскидывает корм, раскидывает корм и ищет крупные, большие, да? Там намешан корм, он выбирает, да? Ой. Сегодня, кстати, хочу его подстричь. Знаю, что вам не понравится результат, но мы иногда это делаем, потому что если сейчас его не подстричь, потом будет очень лохматый и придется обращаться только в парикмахерский, к грумерам. Ну, поэтому придется сегодня самой. Я его болваню полностью под ноль. Он две недели ходит страшилищем, а потом снова красавчиком будет. Так что, да, покажи какой-то. Вот это сегодня все-все-все уберется. Ну, это шесть. Вот кажется, что ее нет. На самом деле она есть. Поэтому сегодня будет полностью генуборка. И Милан будет у нас бриться. Да? Процедура эта занимает часа полтора-два у меня. Вот. Продолжение следует...